Привет, друзья, с вами Сергей Куваев. Сейчас я нахожусь в районе Рапонги и собираюсь навестить российское посольство. Он находится как раз здесь неподалеку на станции Рапонги и Чене. Я пешком сейчас иду, как раз иду. И можно сразу обратить внимание, что уже на подступах буквально к зданию посольства, а само оно, кстати, напоминает крепость, если кто не видел, уже стоят вот такие броневики. Видите, вот полицейский автомобиль, стоит, да? И вон там еще вдалеке автобус стоит полицейский. Нужно сказать, что круглосуточно ведется охрана и патрулирование российского посольства. Ну, уже в течение, наверное, нескольких лет, всегда, когда я прихожу сюда, здесь постоянно у самого посольства дежурит несколько вот таких вот автобусов полиции. Видите, как здесь прекрасно. виднеется токийская башня. Удобное расположение, довольно-таки посольство нашего. Вот уже отсюда виднеются вам броневички. Такая активность, охраны. Это вообще довольно необычно, конечно, для Ипонии. Если вот прогуляться в Парапонге, здесь находится очень много посольств, консульств, различных государств, то у других зданий, конечно же, такого нет. Нет такой охраны с автобусами и так далее. Может быть, разве только у корейского посольства бывает. Я думаю, это связано с такой активностью всяких ультраправых движений, которые периодически вот подъезжают сюда на своих автобусах и устраивают какие-то там акции, протесты или еще чего-то, типа за возвращение Курильских островов. Я не знаю, какие там еще и акции. Был как раз инцидент несколько лет назад, когда сжигали, там растоптали российский флаг у посольства самого. В общем, такие меры безопасности. Ну, посмотрим сейчас, что еще получится снять там поблизости. Надеюсь, там не обед, потому что все-таки посольство российское, вполне возможно, что там может быть еще обед. Так вот, я нахожусь сейчас как раз в комнатке приема. Жалобная книга такая интересная. В общем, мне очень понравилось, как работают сотрудники, все очень четко объясняют. В общем, вообще радостно очень. Паспорт новый выдали. Смотри-ка, все благодарят, прям ни одной жалобы нету. Значит, такая маленькая комнатка. Здесь можно снимать хоть. но единственное, что мне не понравилось, то, что у них здесь смотрите, какая загородка крутая. Сюда просто так не попадешь. Мне понравилось, что у них здесь обед на два часа на целых. То есть, два часа. Я бы сейчас мог заполнить документы, вот мне нужны были, а я их не смог заполнить, потому что уже время 12.30 как раз, а у них обед начинается и заканчивается в 14.30. То есть, два часа целых обед. там можно не только первое и второе съесть, можно там вообще поспать даже еще. Ну, а здесь дальше находится зона приема японских граждан или вообще всех других граждан для получения российских виз и так далее. Вон, видите, стоят милиционеры, полицейские, точнее, караулят входы. Автобус у них тут же сразу. высокие стены российского посольства. Там наш флаг развивается на ветру. Кусочек русской земли, так сказать, да? Японии. Ну, вот само посольство. Педневица. Довольно большое здание. А, вон, кстати, там здание с двумя кольцами, но это, по-моему, здание для Сумо. Еще действительно, ну, очень клево. Мне очень понравилось посольство прямо в этот раз. Я вот помню, как-то раз был, когда было, проходило голосование за выборы президента, и там как-то мне совсем не понравилось. То есть, сотрудники какие-то были очень невежливые, или, может, они были излишне напряженные, или, может, там были слишком крутые дипломаты какие-то, которые так особо похмурились. В этот раз вот девушки непосредственно на ресепшене очень приятные. Так что, если вдруг они увидят мое видео, то большое спасибо им за такую профессионализм. Еще пару кадров. Стены посольства. Всегда вот приятно удивило. Сам паспорт делается долго, то есть, три месяца практически занял сам обмен паспорта безограничного, да? А вот все остальные вроде документы делаются довольно быстро. То есть, если нужен какой-то перевод или доверенность, то они в тот же день все выдаются, все справки заверяют, помогают с переводом. То есть, в принципе, все очень неплохо сделано на уровне. Ну хорошо, друзья, надеюсь, вам было интересно это видео. Подписывайтесь на мой канал, конечно же, ставьте палец вверх, если вам понравилось. И мы увидимся с вами в новых видео. С вами был Сергей Куваев. До скорых встреч!